Амнезиаки 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 Амнезиак Двигаясь к более новым Этот тип амнезиаков способен удалить существенную если не большую часть памяти человека потому применяется крайне редко В случае если руководство фонда считает что какой-то человек может встретить нечто аномальное в самом ближайшем будущем Он может получить амнезиак класс H который блокирует возможность запоминать события на некоторое время Еще один временный вариант это амнезиак класс doen i временно вызывающий полную потерю памяти В особых случаях может использоваться и класс F Такой препарат стирает личность человека целиком, после чего человек, получивший это вещество, как правило, придумывает себе личность и прошлое с нуля. Или сотрудники SCP помогают человеку в том, чтобы у него развилась строго определенная личность, что тоже бывает иногда полезно. Всё это выглядит достаточно грубо, потому фонд решил создать что-то более аккуратное, способное удалять конкретные воспоминания. Такой разработкой стали амнезиаки класса С. Проблема только в том, что для их правильной работы нужно множество разного дополнительного оборудования, потому такие амнезиаки используют в основном в самих зонах SCP, для стирания неудобных воспоминаний сотрудников. Впрочем, инженеры фонда иногда создают передвижные варианты станции для стирания воспоминаний, так что амнезиаки класса С применяют всё чаще. Особенно хорошо использование амнезиака такого класса зарекомендовало себя в ситуациях, когда нужно стереть какого-то человека из памяти других. Например, при изъятии аномального члена семьи. Всем остальным стирают память о его существовании. Используют для этого именно амнезиак класса С. На этом, конечно же, учёные фонда не остановились. Они придумали амнезиаки класса Е, то есть такие, которые не стирают воспоминания, но делают их неважными для человека. Возвращают чувство нормальности. И свидетель паранормальных событий больше не считает, что встретил что-то необычное. Именно этот амнезиак используют в случае серьёзного изменения реальности, когда фонд уже не может остановить распространение аномалий. Во время подобного сценария этот амнезиак распыляется по всей планете, чтобы люди приняли новую реальность как нечто нормальное. Эта концепция показалась руководству фонда крайне перспективной и получила своё развитие. Так что в какой-то момент появились амнезиаки класса G, которые оказались способны менять смысловую нагрузку воспоминаний. То есть если человек видел, например, монстра и считал, что он встретил что-то паранормальное, то после принятия такого амнезиака он будет думать, что всё придумал и у него просто разыгралась фантазия. Но маленькое патофизическое замечание. Это же делает жизнь фонду слишком лёгкой. Ведь есть препарат, при помощи которого можно заставить людей думать, что всё необычное, что они могли увидеть, это просто фантазия. Тогда все проблемы фонда решены. Достаточно подмешивать людям эту штуку, например, в воду или распылять её в небе. И нормальность, охраняемая фондом, всегда будет в безопасности. Тем более, что, например, в SCP-4000 упоминается вирусный вариант этого амнезиака. Выходит, вообще возможно им заразить всё человечество, даже не тратясь на распыление самолётами. Потому затея это как-то не задалась. Однажды в зоне фонда номер 9, где производился этот тип амнезиака, случилось нарушение условий содержания, имевшее достаточно разрушительные последствия. Во время частичного разрушения здания зоны произошла большая утечка амнезиака, который смешался с неизвестной аномальной субстанцией. И получившаяся смесь вызвала у людей тяжёлые приступы безумия. Выходит, если этот G-амнезиак смешать с чем-то не тем, это может создать множество проблем. Кроме того, производство амнезиака класса G и некоторых других продвинутых влияющих на память препаратов требует наличия аномального вещества, известного фонду как Y-909. С веществом этим есть одна небольшая проблема. Его создают при помощи опаснейшей аномалии SCP-3000. SCP-3000 это гигантский змей из древних мифов Индии по имени Ананта Шеша, лежащий на дне океана и выделяющий Y-909. Причём монстр выделяет это вещество только когда поедает своих любимых жертв – людей. После того, как существо вдоволь поест, водолазы фонда SCP покидают свою подводную лодку, чтобы практически около самой морды ужасной твари собрать ценное вещество. Процесс немного сомнительный с точки зрения этики, да и вообще крайне опасный. Потому фонд SCP в какой-то момент начал искать другие пути создания препаратов для запытия. Однажды один учёный, изучавший природу, заметил, что на его аудиозаписях, сделанных в крупном заповеднике, слышны странные щелчки. Анализ этих звуков показал, что они представляют собой зашифрованное сообщение. А когда это стало понятно, к профессору пришли странные люди в костюмах, забрали все результаты исследований, а сам исследователь всё забыл. Учёные, но уже теперь SCP выяснили, что щелчки издают не кто-то аномальные растения, заселяющие местность, и назвали их звучным именем SCP-3171. Поначалу фонд не слишком интересовался этой находкой. После расшифровки посланий оказалось, что странные цветы лишь обмениваются друг с другом, чем-то напоминающим стихи, не слишком выдающаяся аномалия. Но затем было выяснено, что в плодах растений содержится аномальная жидкость, в целом пригодная для создания амнезиаков. Собирать плоды разумных растений вроде бы проще, чем выделение древнего мифического змея. Потому была предпринята попытка установить контакт с этими цветами, чтобы они производили больше мешочков ценной жидкостью. Сначала агенты фонда попытались контактировать с цветами, используя человеческую поэзию, но растения посчитали её отвратительной. А вот истории о сексуальной жизни людей цветы сочли вполне себе интересными. Так что теперь добыча сырья для амнезиаков, хоть и не предполагает человеческие жертвоприношения древнему змееподобному монстру, но по-прежнему не слишком этично. Какое-то время фонд вполне справлялся, производя амнезиаки таким вот образом, пока не произошло одно несколько пугающее событие. Ещё в далёком 1954 году фонд SCP построил комплекс по сжиганию аномальных отходов, и два десятилетия он проработал совершенно нормально. Однако в какой-то момент в нём начали происходить странные события. В один прекрасный день из помещений, куда ссыпают золу, начали доноситься крики, а когда работу предприятия остановили, из золы начали вылезать существа, похожие на сгоревших в огне людей. С ними довольно быстро справились МОК фонда, а учреждение восстановило свою работу, при этом став объектом SCP-2419. Да, ещё один SCP-объект, который по факту является частью самого фонда. Ну и, наверное, в мире фонда, если откуда-то монстры вылазят, это не повод не использовать это, чтобы там мусор сжигать. Кстати, во время исследования вскрылась одна неприятная деталь. Эти монстры из золы оказались телами сотрудников класса D, которые в комплексе также нередко сжигали. При этом сжигали их после довольно странной процедуры. При помощи некоего аномального процесса из мозга недавно умершего извлекали некую субстанцию, также пригодную для производства амнезиаков. Забавно, что субстанция эта получалась из хороших прижизненных воспоминаний и впечатлений умершего, своего рода квинтэссенция человеческого счастья. Проблемой же данного процесса было то, что эти тела после сжигания превращались в пепельных монстров, ненавидящих всё живое и состоящих по сути из ярости и боли. Да, амнезиаки встречаются в текстах по SCP и очень часто, а вот сказать о них по сути и нечего. В основном это просто вещь, которая есть в мире SCP как данность. Всем пока!